21 февраля 2017 года Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА объявило о проведении экстренной пресс-конференции, подробности которой тщательно скрывались. Информация, данная в пресс-релизе, была достаточно скупой. Говорилось только, что темой выступления станет открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни. Предваряя возможную громкую сенсацию, некоторые издания поспешили сообщить, что на пресс-конференции будет объявлено нечто важное. Мы можем предполагать только, что у них есть очень конкретные факты появления посадки, крушений НЛО на нашей планете в разных странах. Но это не следует обнародоваться по политическим причинам. Ожидания подогревались обещаниями организаторов пресс-конференции пригласить для участия в ней астрономов и планетологов со всего мира. Научные круги предполагали услышать что-то совершенно необычное, ведь событий такого масштаба не случалось уже давно. И вот 22 февраля, ровно в 21.00 по московскому времени, пресс-конференция началась. Ученые действительно сделали громкое заявление, однако не о том, что установлен контакт с внеземной цивилизацией. Специалисты НАСА рассказали про обнаруженные в созвездии Водолея семь планет земного типа. На трех из них может быть вода, а значит, теоретически, есть условия для жизни. Это, в общем-то, уже не сенсация. Уже на протяжении последних 40 лет ученые разных лабораторий мира говорят о том, что у нас есть, так сказать, сведения о том, что есть такие планеты, похожие на Землю. НАСА здесь ничего нового не открыло. Просто им нужна была очередная сенсация для рейтинга, для пиара. Часть экспертов заранее предполагала, что экстренная пресс-конференция – очередной пиар-ход руководителей агентства. Некоторые даже утверждали, что у американцев нет разработанной программы, целью которой было бы обнаружить внеземную жизнь. Известна и другая точка зрения. Правящая верхушка США уже давно вступила в сговор с инопланетянами. Но все эти контакты засекречены, а политики и ученые, пожелавшие раскрыть тайну, заплатили за это жизнью. Правда ли, что космический разум выбрал нашу планету, чтобы использовать ее энергетические и биологические ресурсы? Стоит ли опасаться наших братьев по разуму? И какие сенсационные открытия, связанные с НЛО, ожидают нас в ближайшем будущем? Смотрите далее. В воздухе пахнет грозой. Почему НЛО так часто появляются в зонах военных конфликтов? Вот эти самые неопознанные летающие объекты, они испугали Черчилля. Потому что было ясно, что они не имеют отношения к воюющим сторонам. Неудачник стал пророком. Какие откровения от высшего разума получил создатель нового учения? Это слишком громкое для деструктивной секты. Нехорошее место. Чем так притягательны для инопланетян аномальные зоны? В их окрестностях очень удобно создавать порталы для перемещения. Тайны кротовой норы. Как в кратчайшее время попасть на другой край галактики? Вы из одной точки в другую можете перейти, минуя совершенно необходимые для этого пути пункты. Удивительная новость. Один из самых ярких политиков 20 века премьер-министр Великобритании Уинстон Чарчилль со всей определенностью писал «Инопланетяне существуют». Об этом стало известно после того, как сотрудники Национального музея Чарчилля в США нашли в запасниках черновик статьи под заголовком «Одинокили мы во Вселенной». Британский премьер начал писать ее в 1939 году, перед началом Второй мировой войны. Но почему в такие тревожные времена, когда королевству грозил Третий Рейх, самый страшный враг за всю его историю, когда на кону стояла судьба Европы, глава кабинета министров вдруг тратит драгоценное время на трактат о возможности жизни на других планетах? Чем его так взволновал этот вопрос? Есть периоды активных прилетов НЛО на нашу Землю или появления их в небе во всем мире. Вот перед Второй мировой войной была такая волна появления активности. И это не обязательно связано было с Германией. Просто энергетика предвоенная, она была на планете напряженной. Психологические поля, гравитационные, электромагнитные и другие составляющие и солнечная активность сошлись в такую систему, в результате которой вспыхнула война, вообще-то говоря, на планете. Как и предполагала программа Тайми Чатман, мировые лидеры давно знали о том, что внеземной разум наблюдает за нашей планетой. Буквально несколько лет назад английские средства массовой информации опубликовали документы, рассекреченные документы из архивов, значит, Foreign Office, из архивов секретных служб, где говорилось о том, что Черчилль испытывал фобию по отношению к неопознанным летающим объектам. Несомненно, уверенность Черчилля в существовании пришельцев из космоса базировалась на секретной информации, которую премьер получал в силу своего служебного положения. Кроме того, он был одним из первых в мире политиков, который обзавелся штатом научных консультантов. С одной стороны, принимая решения, Черчилль опирался на доклады спецслужб, с другой прислушивался к мнению ученых. Дело в том, что в этот момент происходит создание локационных систем. Эти локационные системы позволяют отсматривать самолеты потенциального противника. Но иногда на этих локаторах появляются некоторые странные объекты, которые очень сложно определить, а что они немецкие, а что они советские, а чьи они свои, чужие, они неопределенно чьи. Но тем не менее, локаторы их засекают. Вот эти самые неопознанные летающие объекты, они испугали Черчилля, потому что было ясно, что они не имеют отношения к воющим сторонам, а не кто-то еще. Судя по черновику статьи, в представлениях о том, как устроено мироздание, сэр Уинсон во многом опережал свое время. Большинство ученых в ту пору верило, что Вселенная состоит из одной только галактики, Млечный Путь. Черчилль утверждал, что за ее пределами есть множество обитаемых миров. Мы наблюдаем во Вселенной сотни тысяч туманностей, которые содержат тысячи миллионов звезд, а значит, велики шансы, что среди великого множества планет есть те, где существуют условия для зарождения жизни. Уинстон Черчилль. Одиноки ли мы во Вселенной? Но откуда такие познания? Из бесед с выдающимися учеными? А может быть, политик просто транслирует информацию, полученную от внеземного разума? Им являлись некто, или это был человек, или фигура человека, светящегося, или еще кто-то, можем сказать, как бы инопланетный образ, который говорил этому пророку будущему, что вот через тебя люди будут получать информацию. Мы на протяжении всей истории видим, что некие высшие силы, посещавшие Землю, создавали ситуацию, когда избранные люди становились пророками. Еще один поразительный факт. Не будучи физиком или астрономом, Черчилль удивительно точно сформулировал условия, при которых на отдаленных от нас планетах могла бы зародиться жизнь. Эти предположения полностью совпадают с данными, которые недавно опубликовала НАСА. По оценкам агентства, вне Солнечной системы существует более тысячи экзопланет, на которых, вероятно, присутствие жизни. Но ученые опубликовали эти данные только в 2016 году, а британский премьер, похоже, знал это почти 80 лет назад. Но откуда? Едва ли не каждый день открываются новые факты, доказывающие, что Землю и ее окрестности посещают звездолеты пришельцев. На фотоснимках, сделанных с запущенного на орбиту Луны космического зонда Клементина, отчетливо видна прямоугольная структура протяженностью в несколько километров. В феврале 2017 года сотрудники НАСА зафиксировали момент столкновения громадного НЛО с Солнцем. Неужели мы стали свидетелем крупнейшей трагедии в истории космических полетов? Какая цивилизация потеряла свой межпланетный корабль? Знаете, в древние времена, еще в Средневековье отмечали, там летят по небу какие-то непонятные и искрящиеся шары взрываются на глазах у публики. Вот в 1790 году во Франции в городе Авалон городская мэрия запись сделала, что вот летел по небу объект, он искрил, взорвался, и на глазах у многочисленных зрителей, и никто не понял, что это могло быть. Ночью 1 июля 1947 года на экранах радаров авиабазы, расположенной недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико, где дислоцировался авиаполк 8-й воздушной армии США, появились странные точки, которые проносились с невероятной для самолета скоростью. Радар проверили. Он оказался исправным. Это означало лишь одно. В небе появилось что-то необычное. Что такое неопознанный летающий объект? Это объект, который невозможно опознать. Непонятно, из чего он сделан, непонятно, какой он формы, непонятно, за счет чего он летает. Это говорит о том, что пока мы не поняли, по каким критериям мы опознаем объект. Потому что банальный самолет на радарах, он выделяется определенной точкой, определенным силуэтом, обладает некой турбулентностью двигателей, оставляет в небе определенный свет и так далее. Вечером 4 июля, как только началась гроза, странные точки на экранах радаров вдруг начали пульсировать. После этого неопознанный объект влетел в грозовую тучу, а потом исчез с экрана. Прошло уже много-много времени, не обокруг розоводской истории, наслаивать какие-то все новые факты, события, какие-то новые сельские показания, открывать какие-то новые материалы. Ученые до сих пор спорят, что же произошло вблизи авиабазы «Розовую». Официальная версия военных – обнаруженный объект являлся авиазондом, который запустили в небо в рамках секретной программы. Впрочем, нашлись десятки очевидцев, которые утверждали, что видели странный блестящий диск, а некоторые – даже пилотов-инопланетян. Я не готов однозначно утверждать, что в 1947 году именно потерпел аварию инопланетный экипаж, но то, что дело не чисто, это с высокой степенью вероятности так и есть. В середине 80-х годов уфологи смогли изучить секретные видеоматериалы, доказывающие, что в руки американских спецслужб попали тела космических пришельцев. Возможно даже, что несколько из них остались живы, а значит, легко предположить, что многие достижения научно-технического прогресса получены благодаря тем знаниям, которые гости из космоса передали американцам. События 1947 года, когда в розовеле упала тарелка, ее поместили в ангар и стали ее исследовать. И именно эти исследования помогли будущим американской цивилизации сделать компьютер, какие-то там мобильные телефоны, подняться на более высокий уровень в космических технологиях. Видимо, вот этим всем инопланетным штукам до сих пор просто не придумали термина. Как только придумают, как только появятся критерии, это уж перестанет быть неопознанным летающим объектом и будет чем-то, кто просто намного развитей и более ушедший вперед по технологиям. Я могу с уверенностью сказать, да, НЛО существует. Как нечто более технологичное по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Но как же попадают в наш мир пришельцы из космоса? Ведь расстояние от Солнечной системы до ближайшей экзопланеты, где могла бы зародиться жизнь, более четырех световых лет. Чтобы добраться до нас, внеземная цивилизация должна обладать возможностью строить космические корабли, развивающие сверхсветовые скорости. А может быть, чтобы преодолеть огромные расстояния, используются совсем иные технологии? По мнению исследователей, частое появление НЛО в одних и тех же местах подтверждают гипотезу о существовании на Земле аномальных зон. Именно там образуются порталы, через которые на нашу планету попадают представители внеземных рас. Наиболее эффективный способ перемещения – это проход через так называемые червоточины, или кротовые норы. Если говорить совсем простым языком, то кротовая нора – это своеобразный прокол в пространственном временном континию. Кротовая нора, вот ее по-русски так называют, эта вот дырочка, она маленькая должна быть, потому что там энергетический запас, там очень жесткий, там должна быть отрицательная гравитация, там супервещество должно быть некое, специальное, которое не дает вот ей сомкнуться, там все силы этому способствуют. Но тем не менее это теоретически возможно. Как утверждают уфологи, космические пришельцы путешествуют кратчайшим путем, благодаря измерению, которое в научной фантастике называется многомерным или гиперпространством. Сам термин «многомерное пространство» был предложен в 1934 году классиком научной фантастики автором романа «Острова космоса» Джоном Кэмпбеллом. Он описывает гиперпространство, как темное пустое место, входить в которое надо с осторожностью. Сам прыжок из одной точки в другую часто сопровождается ухудшением самочувствия экипажа, головокружением, тошнотой и прочими неприятными эффектами. Вы из одной точки в другую можете перейти, минуя совершенно необходимые для этого пути пункты, например, миновав моменты времени. Скорость передвижения в гиперпространстве значительно больше скорости света. Классические законы физики здесь не работают. Благодаря этому звездолёт может совершить прыжок через галактику. Поэтому логично предположить, что высокоразвитые цивилизации используют червоточины, кротовые норы для перемещения, для общения. Ну и, соответственно, нужны какие-то входы и выходы в эти червоточины. И вот те территории, которые называются простым языком, языком обывателя, аномальными зонами, вполне возможно являются не аномальными зонами, а как раз объектами входа или выхода. Уфологам хорошо известен список таких мест. Знаменитый мегалитический комплекс Стоунхендж в Великобритании, Бермудский треугольник в Атлантике, море дьявола в Тихоокеанских водах рядом с островом Мия-Кедзима, гора Хаймарка в Перу. Есть в Соединенных Штатах Америки специальная зона. Я не ошибаюсь, она там имеет номер 51. У меня есть друг, который случайно, проезжая там недалеко, пересек границу этой зоны, сам не зная того. И там выскочил наряд полицейский, его там хватали за руки, уложили, как он там рассказывал, лицом в грунт, надели наручники. И у ребят на форме, американские полицейские, просто у них на форме. Прямо здесь американский флаг с изображением инопланетян. Ну и они вот охраняют эту зону. Да, это реальное место в реальном мире. Что касается Российской Федерации, это в первую очередь территории, связанные с Южным Уралом. Это территория, в общем-то, российского военно-промышленного, в том числе ядерного комплекса. Это территория Крыма, территория Среднего Поволжья. Как утверждают эксперты, действующие порталы строго охраняются. Вокруг них особым полем создается биологическая защита от людей. Человек, попавший в такую аномальную зону, ощущает панический страх, теряет ориентацию в пространстве. Наша цивилизация чересчур молодая, юная. И поэтому более развитые цивилизации в космосе наложили запрет на общение с нами. И в этой связи объяснимо, почему все контакты с другими космическими цивилизациями происходят таким вот странным достаточно образом. Впрочем, есть и другое объяснение. От воли людей ничего не зависит. Все решает космический разум. Есть такая теория, что сама Земля, она практически находится под контролем инопланетных цивилизаций. По мнению исследователей, нашу планету постоянно посещают разумные существа. Для одних Земля – перевалочная база, для других – галактическая криминальная малина, где вдали от своих планет, скрываясь от космического правосудия, нашли пристанище пришельца-преступники. Логично предположить, что среди нарушителей находятся весьма разносортные представители внеземных рас. И если это действительно так, тогда можно объяснить их многообразие. Почему они настолько разные? Почему они достаточно так странно вступают в контакты? Если признать справедливость этой гипотезы, станет понятно, почему свои базы пришельцы обустраивают под водой или в труднодоступных и малозаселенных местах? Впрочем, часть уфологов считает, что человечество само провоцирует гостей из космоса по возможности избегать контактов. Духовность людей настолько низок сейчас. И не пришло время контактировать, потому что если контактировать, наверное, даже где-то схлестнуться. А это не в нашу пользу будет. Это естественно. Человечество пока не готово. Потому что человечество, если только увидеть что-то неопознано, оно сразу начинает стрелять. Поэтому, чтобы не провоцировать человечество, на лоб были спрятаны где-то там в Сибири, в тех местах недоступных, например, на Тибете, где малонаселенные районы есть. В июле 2007 года многие СМИ опубликовали сенсационные откровения американского астронавта Эдгара Митчелла, в 1971 году высадившегося на Луне в составе экспедиции Аполлон-14. В интервью британской радиостанции Радиокерринг Митчелл заявил, «Мне посчастливилось приказнуться к факту, что нашу планету посещали пришельцы, и что НЛО – это реальность. Наши правительства тщательно все это скрывали, но постепенно информация просочилась наружу. О каких еще сенсационных открытиях нам предстоит узнать, и почему правда о контактах с инопланетянами так тщательно умалчивается?» Певец, журналист, автогонщик. Он пробовал себя в разных профессиях, но нигде особо не преуспел. И тогда объявил себя избранным. Человеком, которому пришельцы из космоса доверили особую миссию. Так Клод Варион стал спецпосланником инопланетян и получил новое имя – Раэль. В изложении самого Вариона история его первого контакта с инопланетным разумом выглядит так. 13 декабря 1973 года Клод гулял в пустынном месте и внезапно услышал голос. Обернувшись, он увидел человекоподобное существо небольшого роста. Инопланетянин рассказал Клоду, что он принадлежит к высокоразвитой внеземной цивилизации Элохим, что в переводе с эврита означает «пришедшие с неба». Астронавт иной раз рассказал о том, что Земля – это некий большой, великий эксперимент. Библия упоминает об этом эксперименте, что была создана Земля и что был построен Эдем. И сверхлюди, они создали Землю и по своему образу и подобию из пробирки вывели подобного себе человека. Пришелец рассказал Клоду о миссии, которую инопланетная цивилизация возложила на бывшего автогонщика. Он станет последним пророком Земли. После этой встречи Варион стал называть себя Раэлем и опубликовал полученные откровения. Его последователей – раэлитов – поначалу никто не воспринимал всерьез, но к началу 21 века у секты появились приверженцы по всему миру. Исповедуя свободную любовь, равенство полов, эвтаназию и аборты, раэлиты убеждены – научившись создавать копии самих себя, можно добиться бессмертия. В качестве своего символа Раэль выбрал звезду Давидова, шестиконечную звезду, та же самая звезда, которая используется в государственной символике государства Израиля, в середине которой изображается свастика. Почему новоявленный пророк выбрал именно такую символику? Инопланетяне объяснили, что если они прилетят видимым образом на Землю, то не хотели бы приземляться где-нибудь в Риме, иначе это будет воспринято жителями Земли как поддержка католической церкви. Они не хотят прилетать в Америку, это будет как поддержка протестантов, не хотят в Индию, в Японию и так далее, а хотят прибыть именно в Иерусалим, так как считают город Иерусалим городом всех религий. В январе 2011 года сотни паломников увидели, как над Храмовой горой в Иерусалиме появился светящийся шар. Зависнув на несколько секунд над золотым куполом мечети Алякса, он стремительно взмыл вверх. Многим жителям Иерусалима удалось заснять, как высоко над городом висят несколько красных светящихся точек. Позднее эксперты признали подлинность сделанных видеозаписей, но не смогли объяснить природу огненного шара. Это далеко не первый случай появления Энелона Святой Землей и в недавние, и в далекие времена. Достаточно вспомнить ветхозаветного пророка Иезекииля, жившего в VI веке до н.э., который видел в небе светящееся облако с огнем внутри. Не случайно, что в пересказе Вариона пришелец говорил ему о контактах, благодаря которым древние иудеи спаслись из египетского плена. Смотрите далее. Спираль вместо свастики. Почему духовный лидер Раэлитов изменил главный символ своей организации? Он объясняет это тем, что спираль это символ бесконечной галактики. Смерть по расписанию. Кто стоит за серией странных самоубийств, видных западных ученых? Существуют такие разработки психоаналитические, которые могут человека зомбировать. Зеленые человечки в белом доме. О чем молчат американские политики? Есть какие-то секреты, что якобы американское правительство сотрудничает с инопланетянами. Уфологи подметили такую закономерность. Инопланетяне проявляют повышенное внимание к местам, где назревают глобальные конфликты, как это было в библейские времена на Ближнем Востоке или во второй половине 20 века на острове Куба. Сейчас эти неопознанные летающие объекты не хотят, чтобы их заметили. Знали о том, что инопланетяне тоже за нами наблюдают. Незадолго до своей смерти кубинский лидер Фидель Кастро дал свое согласие известному испанскому репортеру Хуану Хаса Бенитесу опубликовать воспоминания о своей встрече с НЛО. Она произошла в горах Сьерра-Маэстро, где Фидель с товарищами вел партизанскую борьбу с диктаторским режимом. Ночью над головами бойцов завис светящийся белый шар. Излучаемый им свет был таким интенсивным, что окрестности и горы стали видны как днем. по словам коменданты, ни он сам, ни его друзья в эти минуты не испытывали никакого страха. Их нельзя бояться, потому что если бы при такой технической мощи они бы хотели захватить землю, то они бы давно это сделали. Значит, они просто наблюдают и корректируют какие-то определенные события, потому что их мир, он находится рядом с нашим, он даже переплетается с нашим. Возможно, Фидель не все рассказал журналисту и контакт с НЛО был более продолжительным и более близким. Как знать, не находился ли команданта под покровительством и защитой космических пришельцев? Иначе как объяснить его фантастическую неуязвимость? На жизнь Фиделя за полвека было организовано 638 покушений и ни одно из них не увенчалось успехом. С помощью земных людей, магов, колдунов были привлечены, видимо, космические силы, которые способствовали тому, что Фидель выжил в более чем 600 случаях покушения на него. Просто люди, которые его защищали, не могли такое создать. Но Фидель был под защитой. И еще феноменальное выздоровление, когда он же должен был погибнуть от болезни, но он прожил еще много лет. Это тоже, видимо, технологии инопланетные. В отличие от кубинского лидера, духовный наставник раэлитов Клод Варион столкнулся с препятствием, преодолеть которого не смог. Он попытался построить в Иерусалиме посольство для элохимов, но власти Израиля отказались выдать разрешение. Возможно, из-за той самой свастики, что изначально была изображена в центре звезды Давида, символа раэлитов. У него возникли проблемы, как распространять свое учение, если его официальная символика использует свастику. Поэтому в 1991 году он изменил свою символику, а теперь в шестиконечной звезде изображается спираль. И он объясняет это тем, что спираль это символ бесконечной галактики. В наши дни центр организации раэлитов находится в Канаде в двух часах езды от Монреаля. С недавних пор над городом стали регулярно появляться неопознанные летающие объекты. Один из последних случаев произошел в мае 2016 года. Двое канадцев Джим и Рик заметили, как над Монреалем летит огромный красный объект, с виду напоминающий спелое ярко-красное яблоко. Поверхность НЛО имела металлическую структуру и отражала солнечный свет. Объект постоянно вращался, а затем от него оторвался небольшой дрон, который, пролетев немного, вернулся к базовому кораблю. Официальное объяснение увиденное всего лишь испытание секретного летательного аппарата, разработанного по заказу Министерства обороны США. В октябре 1986 года в городе Бристоль мужчина в элегантном костюме припарковал свой автомобиль. Аккуратно привязал конец веревки к дереву, сделал на другом конце петлю, накинул ее на шею, нажал на педаль газа и резко рванул машину с места. Смерть наступила мгновенно. Прибывшая на место происшествия полиция нашла в бумажнике документы на имя профессора Аршада Шарифа. Журналисты, уделившие этому событию небольшую колонку в разделе «Криминальная хроника» упустили тот странный факт, что самоубийца зачем-то проехал почти 100 миль от своего дома в Лондоне до Бристоля. Никто не задал вопроса, осознавал ли профессор то, что он совершает. В секретных спецслужбах там существуют такие разработки психоаналитические, которые могут человека зомбировать, которые стирают память у человека. Спустя несколько дней еще один лондонский профессор Вимал Дазибай проделал тот же путь, проехав от Лондона до Бристоля, чтобы бруситься вниз головой с моста. В прессе начали писать, что прослеживается некая загадочная закономерность. Всего же при странных обстоятельствах погибли более 20 ученых, работавших на британскую компанию Гэг-Маркони. Эти ученые занимались каким-то электронным оружием и достигли серьезного прогресса. Все погибшие ученые были задействованы в программе «Стратегическая оборонная инициатива», получившей громкое название «Звездные войны», и разрабатывали систему противоракетной обороны с элементами космического базирования. Главная цель — исключить возможное поражение из космоса стратегически важных объектов в воздухе, на земле и на море. Но кто мог ударить из космоса по ракетным установкам или подлодкам стран НАТО? Казалось бы, ответ очевиден. Советские орбитальные спутники, а может быть, инопланетяне? Если так, понятна их заинтересованность в том, чтобы устранить видных ученых, работавших над созданием космического зонтика, неужели эти люди стали жертвами зловещих планов пришельцев? Смотрите далее. Битва за Антарктиду. На что была готова Америка ради контроля над шестым континентом? Неизвестно, откуда появились НЛО. Из воды вылетали и атаковали эту эскадру. И кто встал на пути ударной эскадрой? Это была какая-то инопланетная цивилизация, которая якобы американцам не дала возможность сделать свою базу на этой Земле. Не корыстья ради, что ищут космические гости на нашей планете? Любая цивилизация, как и эволюция, строится на основе эгоизма. Осенью 1945 года подводники нескольких интернированных в Аргентине экипажей немецких субмарин сообщили американским спецслужбам, что за полгода до окончания Второй мировой войны они выполняли спецрейсы в Антарктиду, где размещались база нацистов. Антарктида это неизведанный континент. Там была когда-то немецкая база. Немцы знали о том, что под льдом Антарктиды скрытое богатство как-то ресурсы, золото, серебро, всякие цветные металлы. Американское правительство восприняло эту информацию крайне серьезно. Экспедиция в Антарктиду началась 26 августа 1946 года. Руководителем был назначен опытнейший моряк, контр-адмирал в отставке Ричард Берт. В состав оперативного соединения входили авианосец, 13 крейсеров и эсминцев, подводная лодка, ледокол, более 20 самолетов и вертолетов. Было задействовано около 5000 человек личного состава. Вот этой огромной эскадре было приказано уничтожить последний нацистский как бы четвертый рейх. Операция носила название «Хайтамп» «Высокий прыжок». Ее участникам удалось сделать около 50 тысяч фотографий, нанести на карту неизвестное ранее горное плато, оборудовать полярную станцию. Один из эсминцев провел учебный обстрел торпедами ледяных торосов. Внезапно американская эскадра подверглась атаке. Неизвестно откуда появились НЛО. Из воды вылетали и атаковали эту эскадру. Погибло два корабля и было сбито 12 самолетов. После короткого боя противник выслал двух парламентеров Голубоглазых и Белокорых. О, опять же, неподтвержденный фактом очевидцев, что были посланы как бы от иной цивилизации два человека высокого роста, которые сказали, чтобы они, эта экспедиция американская, покинула Антарктиду, потому что она уже занята. Контрадмирал Бёрд отверг эти требования и парламентеры удалились в сторону снежной гряды. Вскоре с новой силой ударила вражеская артиллерия, получившая поддержку неизвестной откуда появившихся в небе летающих тарелок. Была какая-то инопланетная цивилизация, которая якобы американцам не дала возможности сделать свою базу на этой земле. Потери американской эскадры были настолько велики, что было приказано лично Трумэном вернуться эскадре. Разгром был ужасающим. Почти 400 военнослужащих погибли. Практически вся авиация была уничтожена. Повреждения получили один крейсер и два эсминца. Командующий не понимал, с кем же сражались его летчики и моряки. Все думали, что это советские разработки, что это советские как бы ученые сделали это. Когда остатки американской эскадры добрались наконец до своих берегов и командованию было доложено о судьбе экспедиции, всех ее участников и офицеров и матросов изолировали. На свободе остался только адмирал Берт. Ему однако запретили встречаться с журналистами. Это вполне вписывается в тактику умолчания, которую выбрали правящие круги США. По мнению экспертов, западным политикам есть что скрывать. В последнее время все чаще появляется информация, подтверждающая, что правительство некоторых стран втайне от всего человечества осуществляют контакты с представителями внеземных цивилизаций. Каждый баллотирующийся на выборы президент США он обещает своему электорату озвучить проблему НЛО, раскрыть эти документы и ознакомить широкую публику с тем, что есть какие-то секреты, что якобы американское правительство сотрудничает с инопланетянами. Неужели инопланетяне, пусть даже дозировано, но все же делятся техническими секретами, которые делают повседневную жизнь современного человека более комфортной? А может они просто стремятся держать нашу цивилизацию под тотальным контролем? Попытка представить инопланетный разум как нечто доброе, несущее нам свет и новые технологии, старающие нас к чему-то подтолкнуть, на мой взгляд противоречит здравому смыслу. Многие исследователи считают, что на самом деле люди вели войну не против богов. Древнейшая цивилизация Земли противостояла космическим пришельцам. Память об этих грандиозных сражениях осталась не только в легендах и преданиях. Есть основания предполагать, что отдельные элементы супероружия, которые применяли инопланетяне, дошли до нас в виде артефактов, назначение которых историки объяснить не в состоянии. Именно за ними вели охоту в Ираке тайные подразделения Третьего Рейха. Гитлер до последнего буквально своего часа верил в то, что вот это оружие, подаренное планетными цивилизациями, обязательно должно помочь ему отбросить советские войска от стен Берлина. Прошло немногим более полувека и точно такие поиски начали вести фактически оккупировавшие Ирак американцы. Официально признано, сейчас в Соединенных Штатах незаконно находятся 90 тысяч принадлежавших Ираку археологических артефактов. Вашингтон отказывается их возвращать. Как знать, возможно, среди этих ценностей есть и находки, изучать которые. Поручено не археологам, а специалистам военного ведомства. Здесь надо понимать, что спецслужбы Германии, Америки и Советского Союза, они охотили за этими артефактами только лишь с одной целью. Это занять главенствующую роль. Что же все-таки интересовало американцев в Ираке? По одной из версий обломки сбитого над Багдадом НЛО. По другой американцы пришли в Ирак, чтобы взять под контроль портал, через который много тысячелетий назад на Землю пришли первые пришельцы. Древние шумеры называли их анунаки, сошедшие с небес. Историки видят в мифе про анунаков отражение реальных событий, первого контакта инопланетян и людей. Согласно этой теории, разбросанная по всему миру сеть пирамид, не что иное, как созданная пришельцами энергоинформационная система. Они как бы стоят по всему земному шару, охраняя Землю от асероидов, от метеоритов и информационные потоки идут на другие миры, другие вселенные. Судя по сохранившимся у многих народов преданиям, люди восстали против тех, кого они считали богами. Началась война, в ходе которой впервые было применено ядерное оружие. Подтверждение тому есть и в древних текстах, и в результатах археологических изысканий. И следы этой войны атомной и атомные следы ученые недавно обнаружили в раскопках Майкен-Жадара. Это индийский город, который полностью стер слеза земли. Но там остались такие основания, фундаменты и по следам этого фундамента было выяснено, что они имеют очень высокий уровень радиации. После этой войны анунаки покинули землю, оставив после себя несколько действующих порталов, один из которых находился в Ираке. Часть уфологов уверена, главной целью американского вторжения в эту страну было вовсе не свергнуть ненавистного Белому Дому Саддама Хусейна. США стремились взять под контроль космический портал, чтобы в случае глобальной катастрофы мировая элита могла покинуть гибнущую землю и перебраться на новую планету в другой части галактики. Впрочем, есть и более оптимистичная теория. О безопасности Земли заботятся сами пришельцы, удерживая человечество от реализации самоубийственных сценариев. Поэтому, если наш мир погибнет от ядерного оружия, то это будет ущерб и соседним мирам. И со всех сторон могут быть представители, которые наблюдают за нашими действиями. Может быть, мы должны, наоборот, поблагодарить внеземные цивилизации, что пока что за нами просто наблюдают и, может быть, надеются, что мы переболеем детскими болезнями и построим нормальное общество на Земле. Какие планы вынашивают пришельцы в отношении нашей цивилизации? Вероятно, мы узнаем об этом лишь когда более могущественные братья по разуму сами захотят поставить нас в известность. В августе 1994 года, то есть шестью месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок. Девочка. Изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего видавших виды рыбаков обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись Титания. Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого Титаника, затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку от роду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают, это особое явление и имеет оно свое четкое название «врата времени». На самом деле «врата времени» это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух исчезали люди и появлялись в прошлом и исчезали и, видимо, появлялись в будущем. Понять то, что они появлялись в будущем мы до сейчас не можем, это только будущее покажет. А то, что современные люди появлялись в прошлом, а люди из прошлого живут рядом с нами, факты имеются. первыми наявления врата времени стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики, которые во времена Холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов, происходивших во время таких полетов, строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во врата времени достаточно скудные. 1976 год. Советский летчик-истребитель Виктор Орлов сообщил, что совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья 19 века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уиттман, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. «Я увидел огромный костер и рядом с ним груды человеческих тел», рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынырнул из него в самый гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США. А впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. и в частности провалились эксперименты. Человек вставил камеру, снимал улицу, скажем, московскую. И наряду с обычной картиной улицы, с людьми, человек получал наложение другой картинки, фигуры в балахонах, еще что-то такое. Понимаете? То есть такое ощущение, что с помощью вот как бы визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники, в их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев утверждал, что существуют вселенные параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей Вселенной уходит в параллельные миры материя, а по белому от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются, но есть определенные районы этих линий, где граница истончается, и там как раз и могут находиться так называемые места переходов. Есть места переходов, которые действуют практически постоянно, во время каких-то неизвестных нам факторов, неизвестных сочетаний, неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент, условно говоря, круглосуточно, 24 часа в сутки. Одну из таких аномальных зон, где находится так называемое постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барсакельмес, на северо-западе Аральского моря. Само слово Барсакельмес в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди, причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия. Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Вот. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого, как, например, руководимая человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культуры других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть барса Кельмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца три столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море, то есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких так называемых геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине, само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот, в районе Хорошевки это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой границе, не дает вступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валун, посредине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить Дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. При этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи и расставлены они по всей планете. У нас в стране, да и в мире тоже, в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. у нас исчезают по-моему 12 тысяч человек в год без следа. То есть не тех, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Токона во дворе заброшенного замка буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордоне. Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти три десятилетия спустя Гордоне появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами, и те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. есть случаи, когда люди стойко переносили подобные приключения, но и полностью снова возвращались в общество и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях иногда со смехом, иногда серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит ну как минимум сумасшедший дом. Уже почти сто лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древнеегипетские жрецы, алхимики и эскулапы средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17-го столетия. В нем упоминается о некой алхимике по имени Альбрехт, который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. по образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова Иван Васильевич меняет профессию. Только в Третьем Рехе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. Контекст был такой, что трезвые люди в Германии к 1942-1943 году уже понимали о чем идет речь. Было понятно, что Рейх уже проиграет и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы каким-то образом спасти положение или увести что-то переместиться во время невозможно. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Никола Тесла, сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец Элдридж в МС США. На самом деле эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолке обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материи, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями и оказались впаянными, в мороженными. Не хватает просто слов для описания этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды, команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны. Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. Существует поверье, что врата времени открываются исключительно под воздействием природных стихий. Гроз, землетрясений, штормов и цунами. Одним из первых письменных упоминаний о данной аномалии относится к 12-му столетию от Рождества Христова. Хранится летопись в пантеоне Капеллана и императорского нотариуса Готфрида Ветербосского. В своей работе священник описал одну историю, которая произошла с монахами аббатства Сен-Матия. Они на корабле направлялись к Геркулесовым столбам, но попали в ужасную бурю. Когда шторм утих, путешественники увидели, что судно находится в родной гавани. Однако все вокруг сильно отличалось от того места, которое монахи покинули несколько месяцев назад. Люди на берегу были одеты очень странно, говорили непривычно. Когда пилигримы сошли из корабля и поднялись в родной монастырь, то не узнали своего настоятеля. Совершенно другой аббат выслушал историю путешественников, потом просмотрел архивы и обнаружил там имена всех путников. Но запись была сделана 300 лет назад. Неужели обычная буря смогла спровоцировать такое странное путешествие во времени? Исследователи не отрицают такой возможности. Более того, некоторые утверждают, порталы в другое измерение как раз и открываются в те моменты, когда Землю постигают стихийные бедствия и природные катаклизмы. Такое наблюдалось в Китае в 30-е и 40-е годы, когда там было крупнейшее землетрясение в Нанкине, которое 500 тысяч человек погребло под собой. Именно тогда к этим временам относятся случаи описания исчезновения людей на улицах. То есть бежит какой-то кули с косичкой, везет тележку с пассажиром и он растворяется в воздухе. Всем этим явлениям пока нет вразумительного объяснения. Только различные предположения. Но кое-какие версии стоят внимания. Например, современные физики говорят, что перемещение во времени возможно благодаря магнитному излучению, которое еще до конца не изучено. Источниками этого излучения являются крупные космические объекты. А повышение солнечной активности, а также аномальные магнитные колебания нашей планеты могут стать причиной того, что врата судьбы будут открываться все чаще для человечества. Вот только стоит ли туда заглядывать? Последствия могут быть непредсказуемы. врата 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 льда врата Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok